Всем доброго времени суток! В эфире прямая связь Казанского Федерального Университета и говорить мы сегодня будем о приеме и обучении иностранных граждан. Напоминаю, что задавать свои вопросы вы можете в чатах трансляции на YouTube, Twitch и в Instagram Казанского Федерального. На все ваши вопросы с удовольствием ответят проректор по внешним связям Тимирхан Алишев, директор департамента внешних связей Ольга Вершинина и начальник отдела привлечения и набора иностранных обучающихся Казанского Федерального Университета Рауф Сабиров. Ну а прежде чем мы перейдем к блоку вопросов, я предлагаю нашим гостям выступить со вступительным словом об особенностях обучения и приема иностранных граждан в 2021 году. Что же из себя он будет все-таки представлять? Тимирхан Балатович, слово вам. Да, спасибо большое. Я, во-первых, хочу выразить слава благодарности за то, что нам удалось организовать достаточно оперативно вот такой эфир, на котором мы сможем ответить на вопросы, передать какую-то важную информацию, которая важна для принятия решений родителями, студентами, которые сегодня обучаются в Казанском университете или только планируют стать нашими студентами. У нас есть как бы две такие, наверное, основные темы сегодня. Одна тема связана с обучением тех студентов, которые уже, собственно, обучаются в КФУ. И вторая тема связана с началом приемной кампании, прежде всего, началом приема документов от иностранных абитуриентов, которые только планируют в предстоящем учебном году стать студентами КФУ. Ну, действительно, год очень такой непростой. Мы перешли плавно во второй семестр. Он связан с тем, что у нас, к сожалению, большинство стран, начиная с сентября месяца, были закрыты для приезда в Российскую Федерацию. Но теперь мы видим постепенное открытие границ. Это связано с вакцинацией, с тем, что пандемия в целом в ряде стран. В большинстве стран идет на убыль, в том числе в Российской Федерации. И постепенно снижается уровень такой жесткости режима миграционного. Поэтому у нас сейчас порядка 21 страны открыты для въезда на территорию России. И, безусловно, это приводит к тому, что все больше и больше иностранных студентов к нам приезжают, заселяются в наши общежития. Меняются в том числе и определенные регламенты. Вот сегодня мы об этом более подробно поговорим. Регламенты того, как они пребывают, как они здесь должны находиться и каков регламент допуска до очных занятий. Второй момент связан с студентами, которые все еще находятся за пределами Российской Федерации. Вы знаете, что у нас в начале семестра, еще в январе, был принят соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования, нашего учредителя, о том, что все занятия в втором семестре в вузах Российской Федерации происходят в очном режиме. Соответственно, мы просим всех студентов приехать. Понятно, что при закрытых границах не все студенты имеют на это возможность. Поэтому в университете сохраняется у нас смешанный режим обучения, когда большинство студентов находятся в аудиториях, но происходит онлайн-трансляция через Microsoft Teams этих занятий, и студенты имеют возможность принимать в них участие. Я знаю, что ряд студентов сегодня сталкивается с сложностями, мы получаем такие обращения. И хотелось бы, чтобы сегодня студенты, которые эти сложности испытывают, тоже могли напрямую обратиться, и мы могли с ними поговорить о том, какие проблемы у них в связи с этим возникают. Это вот то, что касается обучения. Я знаю, что есть вопросы относительно того, как будет проходить сессия. Я думаю, что сегодня тоже мы на эти вопросы сможем ответить. Ну и другой важный момент – это то, что с 1 марта мы действительно начали приемную кампанию достаточно рано. Как и в прошлом году, у нас действует особый порядок приема иностранных граждан. И сегодня тоже мы об этом поговорим, о тех датах, о тех мероприятиях, которые уже сегодня абитуриенты могут предпринимать для того, чтобы затем участвовать в вступительных испытаниях и поступать в нашу университет. У нас, как всегда, есть несколько траекторий поступлений для иностранцев. Это, собственно, поступление по кодам Россотрудничества. Это поступление для ряда стран по контрольным цифрам приема, традиционным, да, таким обычным, как для россиян, для тех стран, с которыми у нас подписаны соответствующие соглашения. И третий вариант – это контрактный прием, поступление на внебюджетной основе. И как раз с 1 марта начинается прием документов для тех студентов, которые хотят поступать на внебюджетную основу. И вот мы сегодня тоже более подробно об этом поговорим. Но я не хочу вводное слово говорить один. Я сразу же передам слова моим коллегам, которых сегодня уже обозначили. И я бы начал с Ольгой Анатольевны, с вас. Если вы могли кратко проговорить про тем порядком, который у нас сегодня есть, в том числе связанным с иммиграционным режимом, который у нас действует. Пожалуйста, Ольга Анатольевна. Спасибо, Дмитрий Архан Булатович. Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые слушатели, которые будут смотреть нас, может быть, в записи или слушают нас в данный момент. Я начну с правил въезда на территорию Российской Федерации. Вы знаете, что 16 марта 2020 года вышло постановление Российской Федерации о временном ограничении въезда иностранцев на территорию Российской Федерации. Это постановление продолжает действовать, хотя, к счастью, эпидемиологическая ситуация в мире улучшается, и Российская Федерация открывает границы с целым рядом стран. В настоящее время открыты границы с 24 странами. Я эти страны все-таки позволю себе озвучить. Это Турция, Великобритания, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Мальдивы, Швейцария, Египет, Республика Корея, Сербия, Республика Куба, Япония, Эфиопия, Сейшельские острова, Киргизия, Казахстан, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Сингапур, Греция и Грузия. Вот эта вся информация доступна на нашем сайте, в разделе «Международная деятельность». Вообще все, о чем я сегодня буду говорить, и мои коллеги также. И вы можете потом еще раз все это посмотреть. Граждане вышеперечисленных стран могут въехать на территорию Российской Федерации через воздушные пункты пропуска через государственную границу. Это очень важный момент. Очень важный. Ряд наших студентов говорят, почему я не могу пересечь сухопутную границу. Открыты только воздушные коридоры, воздушные границы. Это надо учитывать. И при пересечении границы в миграционной карте цель въезда должна быть проставлена как учеба. То есть если вы наши студенты, ездите к нам учиться, цель въезда обязательно должна быть указана как учеба. Это первый момент. Значит, до пересечения границ вам необходимо в своих странах сдать тест на COVID методом ПЦР. Тест действительно в течение 72 часов. Вы этот тест предъявляете на границе. И дальше, когда приезжаете к нам в Казань, прибываете в университет, вы также должны предъявить результаты отрицательного теста нам. Далее. До того, как вы окажетесь в аэропорту, вам необходимо все-таки, это наша такая настоятельная рекомендация, связаться с нами, с вами университетом. Лучше всего замом по социально-воспитательной работе или замом по международной деятельности все-таки сообщить о своем приезде, чтобы мы вас ждали. И если что-то непонятно, куда идти, куда ехать или куда-то звонить, чтобы у вас вся эта информация была на руках. Значит, после того, как вы прилетите, первый курс у нас все студенты заселяются в общежитие, вам нужно будет пройти процедуру, связанную с заселением в наше общежитие. Для этого вам необходимо будет приехать в деревню Универсиады и обратиться в опорный пункт Департамента внешних связей, который находится в доме номер 9, деревня Универсиады, где вам дадут лист оформления или лист контроля, если вы студент наш уже текущий, я имею в виду переходящий контингент, и объясняют все процедуры. Они, собственно говоря, заключаются в следующем. Вам необходимо будет сделать справку о заселении, приобрести медицинский полис, пройти медицинскую поликлинику, чтобы получить все необходимые заключения, и затем, собственно, разместиться в общежитии, пройти все необходимые инструктажи. Это инструктажи, которые касаются правил пребывания в университете, миграционного пребывания в обязательном порядке. И вот что очень важно в соответствии с действующим эпидемическим режимом на территории Республики Татарстан вам необходимо будет сдать повторный тест на COVID в течение трех дней. В это время вы должны будете находиться на изоляции. В течение вот этих трех дней, пока вы не сдали повторный тест, вы должны будете находиться на изоляции по месту проживания, но, соответственно, в общежитии. Не обязательно сдавать на третий день, можно сдать первый же день, и обычный анализ приходит к вечеру. То есть нет срока 72 часа, который обязательно надо выдержать. Просто в течение 72 часов вы должны сдать и предъявить. Вы можете приступить к занятиям уже даже на третий день, если вы за два дня решите все эти вопросы. Все верно. Спасибо, Тимурхан Володович. Тест можете сдать как в университетской клинике на Вершневского 2, а так можно его сдать, собственно говоря, в любой клинике. Стоимость теста в университетской клинике – 1400 рублей для наших студентов. После прохождения трехдневной изоляции вы, собственно говоря, можете уже обратиться в институт и приступить к очным занятиям. Вот основные моменты, которые связаны с порядком въезда и с порядком допуска к учебным занятиям. Крайне важный момент, и он уже здесь, я обращаюсь не только к нашим студентам первого курса или к ново-въезжающим студентам, ну и ко всем, собственно, нашим студентам, и сидящим в студии в том числе, это очень важно соблюдать все миграционные правила пребывания на территории Российской Федерации. Во-первых, что нужно всегда иметь в виду? Каждый раз после заезда в Российскую Федерацию, либо если вы более чем на семь дней покидали наш регион, нужно встать на миграционный учет. Это первое, что нужно сделать. Если вы проживаете в общежитиях, то на миграционный учет мы поставим вас сами для этого. Также надо обратиться в опорный пункт Департамента внешних связей на территории Деревни Универсиада, если вы проживаете в Деревне Универсиада, или если вы проживаете в общежитиях студенческого городка, то опорный пункт находится на Гвардейской, 32. Я хочу, я прошу прощения, Лабир Анатольевич, дополнительно акцентировать на этом внимание, что это очень важно. Вот постановка на миграционный учет это исполнение законодательства Российской Федерации. У нас, к сожалению, есть ряд случаев, когда, к сожалению, студенты монкируют этой обязанностью. Это нарушение законодательства, которое влечет за собой административный штраф. Это очень важно понимать, нужно знать. Поэтому я вот дополнительно хочу акцентировать, и поэтому я попросил Лабир Анатольевич об этом дополнительно сказать. Да, на миграционный учет необходимо вставать, естественно, по месту проживания. То есть если это общежитие, то мы вам здесь поможем. Если вы размещаетесь в хостеле, то на миграционный учет вас поставит хостел. Или если вы проживаете в квартире, то на миграционный учет вас должен поставить собственник квартиры. Это первое. Второе. Для граждан из стран, с которыми действует визовый режим, есть очень важные моменты, связанные с продлением, связанные с визой, с продлением действия, с продлением срока действия визы. Вы знаете, что до последнего времени действовал указ президента о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан. От 18 апреля были более поздние изменения, июньские, согласно которым приостанавливался срок действия срок действия миграционных документов. То есть, согласно указу, визы, которые стекли в период 16 марта и до окончания срока действия указа, для ряда стран, это уже 15 марта этого года, 2021 года, то визы, миграционный учет, миграционные карты, другие документы до пребывания, они имели свое действие, даже если срок истек. К сожалению, для 15 стран срок действия указа заканчивается 14 марта. Это означает, что если у вас виза не продлена, то в таком случае придется покинуть территорию Российской Федерации. Это очень важно. Для целого ряда стран указ сохраняет свое действие и будет истекать в апреле, в мае. Для многих стран будет истекать 15 июня, но тем не менее скоро вот эти вот режимы такого послабления некоторого в отношении миграционных документов он будет истекать. Но это, конечно, связано с тем, что граница с государствами открывается и авиасообщение возобновляется. Я прошу на это обратить внимание тоже всех граждан, особенно визовых стран. Ну, пожалуй, все, что касается въезда. Если будут какие-то вопросы, то готовы ответить. Спасибо, Ольга Анатольевна. Это вот ряд таких важных моментов, которые надо учитывать всем тем, кто у нас находится на территории Российской Федерации и тем, кто заезжает, чтобы они понимали, какие требования им нужно будет исполнять в обязательном порядке, особенно первому курсу, который еще только-только первый раз будет находиться на территории Российской Федерации. Ну и второй важный блок, наверное, на сегодняшней встрече, это начало приемной кампании. Я поэтому Ров Сабиру тоже раз слово дам, для того, чтобы он кратко, у него даже слайды есть, презентации, он рассказал нам о том, как у нас будет протекать первый этап, скажем так, этой приемной кампании. Пожалуйста, Ров. Спасибо, Михаил Блатович. Добрый день всем студентам, абитуриентам, тем, кто присутствует в зале и тем, кто присоединился и слушает нас онлайн. Действительно, в этом году мы уже второй год начинаем прием достаточно рано, 1 марта. Это мы делаем, в первую очередь, для того, чтобы дать вам возможность подать заявление и обеспечить вам индивидуальный подход при подаче документов, дать вам консультации по профориентации, чтобы вы могли определиться с направлением подготовки. Прием с 1 марта мы начинаем для иностранных, обучающихся, которые поступают на программы в рамках отдельного конкурса на контрактные места. Я вот попрошу, спасибо, что включили презентацию. Прием документов мы ведем на сайте абитуриент.кпфу.ру это социально-образовательная сеть Буду студентом. Вы уже сейчас можете зайти на этот сайт и начать процедуру подачи документов, заполнить все необходимые поля. Дальше я более подробно про это расскажу. Прошу обратить внимание, что прием документов от иностранцев, которые имеют право на поступление в рамках общего конкурса, начнется только с 20 июня. То есть документы на обучение на направлениях, которые реализуются с оплатой из бюджета будет только с 20 июня. Соответственно, вы сможете подать документы только в этот срок. С 1 марта мы также открыли подачу документов для тех, кто хочет подтянуть уровень владения русским языком и подготовиться к сдаче вступительных испытаний на программу подготовительного факультета. И вы можете подать документы на сайте подготовительного факультета это prepschool.кпфу.ру Данную систему мы в этом году обновили, поставили перед собой задачу повысить прозрачность и понятность процедур для вас. Поэтому я думаю, что вам будет легче подавать документы. Вы увидите весь процесс поступления на подготовительный факультет целиком в путь от подачи и заполнения заявки заканчивая поступлением средств заключения договора и зачисления непосредственно в университет. Часто нам поступают вопросы по поводу поступления в университет по стипендии либо по квоте. Иностранные граждане могут поступать в университет на бюджет в рамках общего конкурса только те, кто попадает под действия межправительственных соглашений. И это четыре страны Таджикистан, Киргизия, Белоруссия и Казахстан и также абитуриенты, которые признают статус соотечественника. Для этого вам необходимо подготовить пакет документов. Пакет документов обозначен у нас на сайте. И вот как раз таки прием данной категории граждан начнется с 20 июня. Также поступает вопрос по поводу квоты, так называемой гослинии. Прием документов был анонсирован до 20 февраля. Но однако Российский Центр науки и культуры Россотрудничество продлили прием документов до 15 марта. Вам необходимо сверять данные с непосредственно Российским Центром науки и культуры у вас в стране, потому что даты могут немного отличаться. Они варьируются от 10 до 14 марта. Поэтому у кого-то из вас еще есть и сохранилась возможность подать документы по квоте. И я рекомендую вам тоже данной возможностью воспользоваться. Попрошу переключить на следующий слайд. Это, собственно, сайт абитуриент кпфу.ру Страница регистрации. Здесь мы запрашиваем самую базовую минимальную информацию о вас. Даже те иностранные граждане, у которых на данный момент нет необходимого пакета документов, вы уже можете зарегистрироваться на сайте и следить за информацией на нем. Прошу обратить внимание, что очень важно вам выбрать то, что вы являетесь иностранным гражданином, потому что в зависимости от этого у вас будет немного отличаться траектория поступления от граждан Российской Федерации. Прошу переключить на следующий слайд. Собственно, так выглядит личный кабинет. Вам необходимо будет выбрать ярлык «Подать заявление». Хочу проговорить, что сейчас подать заявление могут только абитуриенты, у которых есть на руках полный пакет документов. То есть вы зарегистрироваться на сайте можете сейчас, а подать документы можете только, когда у вас будет полный пакет документов. Но это, прежде всего, документ о предыдущем образовании. Да, вот я сейчас про это скажу. Вам необходимо подготовить паспорт и нотариально-заверенный перевод паспорта, документ о предыдущем образовании и нотариально-заверенный перевод, если он выполнен на иностранном языке, и, собственно, фотография. И дальше можно? Все число. Если у вас есть вопросы по поступлению, вы можете всегда обратиться в отдел привлечения набора иностранных обучающихся на электронную почту на admission собачек ипфу.ру либо позвонить на номер телефона, это 8-843-233-70-27. А также вся информация доступна у нас на сайте в разделе по выступлению иностранных граждан. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на основные моменты, касающиеся приема в этом году. Мы в этом году будем вести прием как в оффлайн-формате, так и в онлайн-формате. Мы предполагаем, что у нас будут точки приема документов, естественно, вы сможете их посетить только в случае соблюдения эпидемиологических требований, которые установлены Роспотребнадзором. Вы сможете подать документы через социально-образовательную сеть, буду студентом, то, что мы с вами проговорили. И третий вариант это направить документы по почте на адрес университета. Часто возникают вопросы по поводу сдачи вступительных испытаний. Вступительные испытания, мы понимаем, что многие страны к моменту сдачи вступительных испытаний не будут открыты, поэтому мы еще в прошлом году заложили возможность проведения вступительных испытаний в дистанционном режиме. И мы предоставим вам такую возможность, чтобы вы могли сдать вступительные испытания, не выходя из дома. Вам необходимо будет соблюсти определенные требования. Есть требования сдачи вступительных испытаний, подготовить оборудование. Два основных требования это стабильное интернет-подключение и, собственно, веб-камера с микрофоном. У вас будет возможность протестировать подключение, пройти тестирование для того, чтобы проверить свои знания, проверить технику, чтобы к моменту сдачи вступительных испытаний подойти подготовленными и понимать, как действовать в той или иной ситуации. И консультации по предметам. Консультации, естественно, будут по предметам. Мы везде еще выкладываем инструкции по прохождению вступительных испытаний. Я очень настоятельно рекомендую всем ознакомиться с ними, почитать и, соответственно, подходить к издаче вступительных испытаний подготовленными и быть готовым к неждатным ситуациям. Мы знаем, что пандемическая ситуация, из-за нее, скажем так, ряд студентов, родители приняли решение отложить на год поступление в ВУЗ за пределами своей родной страны. Поэтому в случае, если, например, в прошлом году вы уже закончили школу и все думали о том, что поступить или не поступить, вот сейчас такая возможность есть. То есть, если документы у вас уже на руках, вы фактически можете комплект сформировать, эти документы в электронном виде уже подавать. Мы их рассматривали и консультировали вас по поводу поступления. Да, вот и как раз-таки те, у кого есть документы образования, вам надо сейчас воспользоваться той возможностью, что сотрудники Казанского федерального университета сейчас не нагружены в той степени, как они будут нагружены летом, когда начнется массовый поток. И вы можете получить более детальную консультацию, и мы сможем вас именно спрофориентировать и предложить направление подготовки, которое у нас есть, и подобрать для вас то направление подготовки, которое было бы для вас наиболее оптимальным. Спасибо. Я думаю, на этом, да, с уступительным словом можно закончить. У нас есть, на самом деле, ряд вопросов, которые озвучивают в чате. Есть ряд вопросов, которые мы собрали до этого. Я предлагаю начать с тех вопросов, которые мы собирали до этого. Как поступить к вам в магистратуру после бакалавриата в другой стране? Потому что, в принципе, про бакалавриат мы обсудили, а про магистратуру немножко прошло мимо. Ну, на самом деле, механизм поступления на программу магистратуры, он совпадает с порядком поступления на программу бакалавриата. Вам также необходимо пройти регистрацию на сайте абитуриент.кпфу.ру, подать заявление. Если у вас сейчас уже есть документы образования, вы можете это сделать уже сейчас. Соответственно, если вы получили образование за рубежом, вам необходимо должным образом этот документ либо признать, либо пройти процедуру на старификации, либо перевести его на русский язык. Соответственно, вы этот документ прикрепляете и участвуйте уже в вступительных испытаниях, которые будут размещены на сайте в установленной сроке. Еще один довольно популярный вопрос из интернета. Как будет проходить защита диплома для выпускников, которые обучаются дистанционно и просто не имеют возможности въехать на территорию Российской Федерации? Ну, это, наверное, вопрос больше ко мне. Мы, собственно, имеем такую опыт и практику прошлого года, когда у нас практически все страны были закрыты, и, тем не менее, защита дипломов у нас проходила. Думаю, схожим образом они будут проходить в этот раз, опять-таки, если у вас не будет возможности въехать. Если страна будет открыта, мы все-таки призываем всех вас приехать на территорию Российской Федерации и приступить к занятиям очно, потому что, к сожалению, у нас ряд направлений вообще не предполагают возможности окончания программы без практик ориентированной подготовки. Здесь тоже важно иметь в виду, и все-таки я настаиваю на то, чтобы студенты приезжали, если у них такая возможность опять-таки появляется. Но я советую еще раз не переживать, если по объективным обстоятельствам у вас не будет возможности приехать, мы, безусловно, вас поддержим, и все необходимые условия для сдачи дистанционной сдачи диплома, защиты диплома у вас будут, они будут обеспечены страной университета. И есть у нас еще один такой довольно популярный вопрос, который задают даже не на русском языке, куда обращаться иностранцам, которые не владеют русским языком, если у них есть вопросы по поступлению. Ну, собственно, у нас отдел приема двуязычный, мы сегодня могли также провести все на английском языке, я думаю, нам надо будет как-нибудь запланировать, и, собственно, большинство из наших мероприятий, которые мы проводим, не открытых дверей, они тоже англоязычные, да, для стран. Не только. У нас и не только англоязычные, мы и на испанском языке проводим, на арабском языке проводим, да, на многих языках. Т.е. Михаил Иванович, можно добавить, как раз-таки непосредственно на слайде отображены контакты, по которым вы можете к нам обратиться. У нас там консультируют на русском и на английском языке, есть специалисты, которые владеют и другими языками, но мы все-таки рекомендуем вам обращаться на этих двух языках, потому что обучение у нас ведется на этих двух языках. Также на сайте приемной комиссии в разделе поступления иностранных граждан. Мы в ближайшее время опубликуем график проведения общих дней открытых дверей на разных языках. Я думаю, эти мероприятия будут открыты для всех, и вы сможете задать вопрос уже непосредственно на родном языке. У нас будут там специалисты, которые смогут вам разъяснить все процедуры, касающиеся приема и подачи документов на ваших родных языках. Ну и интерфейсы у нас все переведены на английский, собственно, и подача документов, интерфейс подачи документов тоже англоязычный, есть возможность выбрать и, собственно, сдавать документы без всяких проблем. Я предлагаю пока на какое-то время отстраниться от вопросов в чате и перейти к вопросам в зале, если таковые все-таки у кого-то появились. Если желающие задать какие-нибудь, может быть, вопросы. А, конечно, можно микрофон? Мне стать или... Как удобно. Как удобно. У меня... Уже работали, да, правильно? Хорошо. Здравствуйте, Тимур Ханбластович. Здравствуйте всем участникам. Я бы хотел задать такой вопрос именно касательно именно въезда студентам из стран, ну, визовых стран. У меня вопрос следующий. Как можно получить приглашение от КФУ студентам, которые проживают в визовых странах? Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Приглашение сейчас можно оформить для граждан тех стран, которые я чуть ранее перечислила. Это 24 страны, с которыми открыто сообщение. Если с вашей страной, которая входит в эти 24 перечисленных, действует визовый режим, то вы можете направить заявку на оформление приглашения на наш адрес invitation, скопу фору, в том случае, если вы, конечно же, являетесь студентом или аспирантом. И мы, соответственно, оформим ходатайство в управлении по вопросам миграции на оформление приглашения. Эта процедура обычно занимает от 30 до 45 дней. В этом году есть еще такой нюанс, и тоже много вопросов нам поступает на наши электронные почты, и звонки также поступают в отношении документов, которые подтверждают возможность проживания на территории другого иностранного государства. Так вот, приглашения могут быть оформлены в случае, если вы являетесь гражданином этих стран, либо вы предъявляете документ, который подтверждает факт постоянного проживания на территории другого Вид на жительство. Документы на самом деле могут называться по-разному, но это не должен быть документ, который говорит о каком-то временном проживании. То есть, это именно должен быть документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории иностранного государства. Здесь очень важно акцентировать, такие вопросы часто поступают. Некоторые думают, что 24 страны открыты, и, соответственно, могут заезжать граждане 3 этих стран через эти страны. Это, к сожалению, невозможно. То есть, заезжают только граждане стран, и приглашение оформляется только гражданам этих стран 24, и, соответственно, тем, кто имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право продолжительного благовременного проживания на территории этой страны. Только в отношении этих лиц могут быть оформлены приглашения и дали визы. Важно это учитывать. Все верно. То есть, соответственно, вы направляете нам заявку на адрес и прикладываете все необходимые документы для этого. То есть, это паспорт, который должен у вас быть действующим, перевод паспорта и договор на обучение в Казанском федеральном университете. Еще раз повторюсь, что вся эта информация у нас доступна в разделе международной деятельности. Есть отдельный раздел приглашения иностранных граждан. Там мы информацию постоянно актуализируем. Также все контакты там приведены. Спасибо. Азарт, Игорь. Есть у нас еще один вопрос из чата. Пока предлагаю туда вернуться. Играет ли значение общий балл аттестата? То есть, насколько важен именно высокий балл аттестата? Здесь все зависит от того, во-первых, на какой конкурс вы претендуете. Если вы претендуете на бюджетные места в рамках общего конкурса, то это значимо, потому что если вы наберете одинаковые баллы с другими абитуриентами, то есть у вас будет определено там при прочих равных условиях, так сказать, будут смотреть суммарную оценку вашего аттестата. И сначала посмотрят профильные оценки, а затем будут смотреть суммарно, какой балл вы набираете по тому или иному предмету. Опять-таки, такая же ситуация может возникнуть на ряде направлений подготовки в рамках отдельного конкурса. То, что, например, на определенном направлении у нас достаточно ограниченное количество мест, вот и если на последние места будут претендовать условно там пять либо десять человек, то в этом случае сотрудники приемной комиссии будут вынуждены смотреть и сравнивать ваши аттестаты для того, чтобы отобрать тех, кто больше преуспел в период обучения в школе. То есть только в этом случае. Спасибо за столь развернутый подробный ответ. Господа, появились ли у кого-то еще вопросы из зала? Так, конечно, можно? Вот туда микрофончик. Потом вам слово передадим. Здравствуйте. Сначала спасибо за приглашение. На самом деле, вы уже ответили на мой вопрос, но я хотел бы уточнить его. Сколько дней на самом изоляции должны провести приехавшие из-за границы студенты в настоящее время? Три. Ну, это после сдачи теста, да, на КВИД? После въезда на территорию Российской Федерации в течение трех дней необходимо сдать повторный тест. И вот до момента получения результатов, то есть на первый, на второй, на третий день вы можете сдать тест. То есть если вы их получите на четвертый день, как только вы получите справку с результатами анализа, и если анализ будет отрицательный, разумеется, то вы сможете приступить к учебе. Эти три дня вы должны находиться на изоляции. Спасибо большое. Это изоляцию, я прошу, тоже дополню, люди, которые претендуют, имеют право на проживание в общежитиях, они эту изоляцию проходят в специальных помещениях наших общежитий. Есть у нас переходящий контингент, студенты, которые не проживают в общежитиях. Они эту изоляцию проходят по месту проживания. То есть не обязательно вы проходите эту изоляцию именно в общежитиях. Но важно, что вы должны приехать в любом случае в девятый дом в деревню универсиады, вне зависимости от того, в общежитии вы проживаете или не в общежитии, и получить специальный контрольный лист. На этом контрольном листе по итогам получения повторного уже отрицательного теста будет сделана специальная отметка. И вот эта отметка является основанием для того, чтобы вы могли посещать очные занятия. Вот порядок именно такой. Поэтому я прошу всех не забывать, что Ольга Анатольевна правильно сказала, что надо обязательно поставить в известность о своем прибытии на территорию Казани и вообще Российской Федерации. Потому что мы должны это понимать и учитывать. И вы должны, студенты, которые будут заезжать, должны учитывать, что в любом случае вы должны прийти, отметиться у нас, получить специальный лист, а далее можете уже уехать в хостел, на квартиру, если вы не проживаете в общежитии. Но мы должны контролировать в течение 72 часов получение отрицательного результата. Это важный момент. Молодой человек, у вас был вопрос. Добрый день, меня зовут Ансар Амблутин, представитель афганских студентов. И у меня такой вопрос, я хочу остаться в России на лето. И еще, как же вам известно, ситуация не овечна. И билет, на первых, найдется билет, очень трудно. Если даже найдется, очень дорого. И ребята просто спросили постоянно, что возможно ли вы получить общежитие на лето и остаться в России. Давайте я отвечу на этот вопрос. У нас ситуация очень такая волатильная, что называется, очень быстро меняется. И нам иногда очень сложно предсказывать, что будет через месяц, через два месяца страны открываются, к сожалению, возможное обратное возвращение, к сожалению, определенного режима. Тоже нельзя этого исключать. Появляются какие-то новые штаммы, вирусы и так далее. Но мы с вами имеем хороший в принципе опыт лета прошлого года, когда мы достаточно конструктивно отработали со всеми странами, со всеми посольствами, консульствами и с студенческими ассоциациями. И дали возможность студентам остаться на территории деревни универсиады, вообще в целом наших общежитий, в других городах, в том числе и в Елабуге, и в набережных челнах. Более того, мы даже работали по направлению их обеспечения продуктами, трудоустройством. У нас студенты, многие были трудоустроены. И я думаю, что пока мы не имеем как бы другого понимания летней ситуации, мы в общем случае, скорее всего, будем следовать примеру прошлого года. Мы, если у нас не будет, еще раз повторюсь, других вводных, то мы будем стараться оказывать содействие студентам, если мы понимаем, что страна закрыта, в которую он хочет уехать, и не имеет такой возможности, мы, безусловно, будем поддерживать и предоставлять места в общежитиях, чтобы они продолжали оставаться. Но при этом мы не можем гарантировать, что вы будете проживать на тех же самых местах, возможно переселение, значит, что у нас планируется ряд спортивных мероприятий в предстоящем учебном году, возможно, разные ситуации. Но без места жительства вы не останетесь в Казани, и в набережных, и в Елабуге, если у вас будет закрыта страна, и вы не будете иметь возможности выехать. У нас есть второй момент, который тоже, на самом деле, важный. У нас идет движение контингента вот сейчас. То есть, в любом случае, мы набираем, какие-то студенты у нас отчисляются, была дополнительная сессия осенью, в начале зимы, прошли ряд отчислений. Сейчас тоже после сессии у нас продолжаются отчисления переходящего контингента. И мы понимаем, что ряд стран до сих пор закрыт, но при этом студенты отчисляются из тех стран, границы с которыми закрыты. У нас такая же ситуация была летом, не только с отчисленными, но и с выпускниками, которые не могли уехать на свою родину. Мы по ходатайству и во взаимодействии с посольскими и консульскими службами этих стран позволяем студентам оставаться на территории наших общежитий и не просим их покинуть эти общежития, эти места. Это нужно понимать. Но это в случае, если страна закрыта, границы с страной закрыты и нет вылазных рейсов. При этом мы идем навстречу студентам, но мы просим и понимание со стороны студентов, чтобы они при этом активно узнавали, работали вместе со своими консульствами в части вывоза в рамках тех рейсов, чартерных рейсов, которые организуются посольскими и консульскими службами. Потому что, безусловно, ряд стран закрыт, но, тем не менее, посольства и консульства организуют вывозные рейсы в достаточно регулярной основе. Соответственно, студенты, которые отчислены, они могут в эти рейсы попасть. Вот наша с вами задача, задача студентами быть честными друг с другом. Мы поддерживаем, мы не выселяем. Но если возможность выезда есть, то вы должны первой же возможностью воспользоваться. И мы тоже будем это контролировать. И мы просим нашей институту тоже соответствующим образом поступать. Еще раз говорю, мы находимся в контакте с посольствами и консульствами каждой страны по тем студентам, которые у нас сейчас отчислены и остаются на территории наших общежитий. Мы ходатайством уведомляем их об отчислении и просим их включить в вас первый вывозный рейс. Вы со своей стороны тоже такую активность должны проявлять. Это очень важно, как бы такое обоюдное движение должно быть. На самом деле, у нас на удивление стал популярный вопрос, как быть людям, которые заканчивают, например, иностранную школу, но при этом являются гражданами Российской Федерации. Позвольте один из них процитировать. Добрый день, меня зовут Ирина, мой сын живет и учится в Марокко, заканчивает иностранную школу, но при этом он является гражданином Российской Федерации. Какой порядок поступления в нашей ситуации? Спасибо за ответ. В этом случае поступление регламентируется федеральным законом о гражданстве. Там говорится, что если у гражданина России есть еще второе гражданство, то, обращаясь в государственные и ведомственные органы в России, этот человек должен использовать паспорт гражданина Российской Федерации. И в этом случае он поступает тогда в университет как гражданин Российской Федерации, получивший образование за рубежом. И на самом деле до прошлого года была однозначная трактовка данного понятия, и граждане Российской Федерации, получившие образование за рубежом, могли поступить в российский университет по результатам внутренних испытаний только в год окончания. То есть, если они получили аттеста в 2020 году, например, они могли в 2020 году пройти внутренние вступительные испытания. Все последующие годы они должны были сдавать ЕГЭ. К сожалению, сейчас ряд СМИ публикуют информацию о том, что с выходом порядка прошлого года данная ситуация поменялась, и говорят о том, что у граждан Российской Федерации есть возможность поступать не только в текущий год, но и в последующие годы. К сожалению, пока мы рекомендации по данным вопросам от Министерства науки и высшего образования не получили. Мы как раз таки, это вопрос не первый раз я слышу, и мы его прорабатывали. И мы сейчас готовим проект письма в Министерстве науки и высшего образования для того, чтобы они дали нам разъяснение, как в этом случае поступить гражданам Российской Федерации. Вот этот вопрос мы прорабатываем в соответствующем комиссии. По общему правилу у вас есть два варианта. Либо ребенок сдает ЕГЭ и поступает на общих основаниях с российскими гражданами, либо он поступает по внутренним испытаниям. Два варианта, пока действующих на данный момент они есть. То есть у него есть опция. Есть у нас еще немаловажный вопрос. Как быть ребятам из ДНР, ЛНР, из непризнанных республик? Они поступают как иностранные граждане? Ну, насколько я знаю, они поступают у нас по бюджетным местам и на общих основаниях с российскими гражданами. Да, да, все верно. Они имеют право участвовать в общем конкурсе наряду с российскими гражданами. Что касается вопросов из зала, есть ли таковые? Если есть, пожалуйста, поднимайте руку, обязательно передадим вам микрофончик. Да, конечно. Здравствуйте. 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 Спасибо большое за объяснение, за презентацию. Нам было очень полезно и мы узнали вот это много информации о поступлении и обучении иностранцев в Казанском федеральном инвестии. Мои вопросы чуть-чуть связаны с тематикой нашей собрания, нашего собрания. Но я хотел узнать, во время занятия мы не всегда, мы иностранцы, да, мы всегда можем полностью раскрыть несколько тем с практической точки зрения и также нам конечно важно заниматься наукой, поэтому мы хотим или мы создам студенческий научный клуб для именно для иностранцев иностранных студентов на базе интерклуба Казанского федерального университета и провели уже образованные образованные собрания и мы хотим спросить можете ли помочь нам в его создании и тем более что это прекрасная площадка для общения и развития умений и опыт иностранных выпускников и студентов Казанского федерального университета Огромное спасибо за вопрос и за русский язык который в принципе у вас очень неплохой я хотел бы начать наверное Ольга Анатольевна уже продолжить более конкретно отвечать на этот вопрос что Казанский федеральный университет это исследовательский университет и вся его деятельность она связана с исследованиями и обучением на основании исследований и все преподаватели которые у нас работают они так или иначе находятся на переднем крае науки то есть они работают на фронтире это как бы те требования которые предъявляются к нашим преподавателям это проявляется в публикациях и так далее и безусловно в исследовательском университете студенты тоже должны вовлекаться в научную деятельность и это является таким пререквизитным обязательным требованием уже на старших курсах для того чтобы и особенно в магистратуре для того чтобы выходили публикации чтобы они непосредственно понимали каким образом реализуется исследовательский протокол какие современные требования какие проблемы в их научных областях существуют и есть отдельные требования по междисциплинарности то есть любая подготовка в университете она по определению должна быть междисциплинарной и вы не должны замыкаться в рамках своих только на своих научных областях у нас в этом году такое важное наверное произошло событие 8 февраля 8 февраля традиционно в России празднуется как день науки и вот в этот день у нас произошло важное мероприятие наверное которое было связано с такой перезагрузкой кружкового движения научного кружкового движения в университете у нас кружковое движение оно не по национальному признаку выстроено понятно что все студенты любой национальности могут принимать участие в любом кружке который работает в университете но я тем не менее отлично вас понимаю ваш вопрос и связано с тем что действительно у нас к сожалению иностранные студенты особенно из стран где русский язык не является таким популярным Им достаточно сложно вовлекаться и принимать участие в научных дискуссиях, разговорах, потому что это требует высокого уровня владения языком иногда. И это не значит, что вы менее талантливы и способны. Иногда гораздо более талантливы и способны. Просто гораздо сложнее рассказать об этом на русском языке. И участвовать в дискуссиях, и также быстро отвечать на какие-то вопросы. И поэтому мы приняли решение вместе с нашими коллегами на базе интерклуба организовать научный кружок, который бы позволил вам вовлечься в научное действие уже на первых курсах, чтобы потом вы могли уже участвовать и в целых общеуниверситетских научных кружках. И как бы спокойно себя уже в них чувствовали. Потому что наша основная задача, чтобы вы не просто, закончив бакалавриат, уехали из Казани. Наша основная задача повышать число, долю наших студентов, которые заинтересованы в дальнейшем в поступлении в магистратуру, в аспирантуру. Потому что все-таки задача федерального университета, ведущего университета, это увеличение доли иностранных студентов, которые обучаются именно по программам postgraduate, что называется. А это студенты, которые глубоко вовлечены в научную деятельность, научно-исследовательскую деятельность. Может быть, даже в предпринимательскую деятельность в связи с этим. И поэтому мы сейчас подобные решения принимаем, и я думаю, что мы будем продолжать этим заниматься. Ольга Анатольевна, вы, наверное, продолжите и более детально уже скажете про ту инициативу, которая у нас сейчас прорабатывается. Да, спасибо, Тимурхан Булатович. Но на самом деле мы приняли решение поддержать как раз вашу инициативу. И для нас это было очень отрадно, что у нас появилась инициативная группа, что вы активно включились в работу, провели организационные собрания. Я знаю, что у вас уже есть задумки относительно названия клуба, что разработали логотип, и уже даже у вас появляется положение о создании этой организации. И мы, конечно же, будем поддерживать и стараться оказывать вам содействие, чтобы и в дальнейшем у вас все шло гладко. Клуб будет открыт при содействии Института международных отношений. Также коллеги поддержали. Есть человек, который будет курировать работу этого объединения, этого вашего клуба. И со стороны Департамента внешних связей также выделены сотрудники. Это и Цветков Сергей Анатольевич будет оказывать содействие организационного характера тем мероприятиям, которые вы будете проводить. И, конечно же, при наличии такого интереса мы можем приглашать для ваших заседаний, может быть, каких-то экспертных обсуждений гостей. У нас целый ряд партнерских университетов есть, у нас здесь есть целый ряд консульств. И вообще мы поддержим развитие сотрудничества с целым рядом организаций граждан. Мы поэтому с удовольствием окажем содействие в приглашении каких-то интересных для вашего клуба. Ну, да, организационно, я бы сказал, даже мы финансовую поддержку, в принципе, можем оказать. То есть, если необходимость там проезда, перелета для ваших гостей есть, в принципе, мы можем оказать для этого тоже необходимое содействие. И приглашайте на открытие. Я обязательно приду, мы с вами дополнительно обсудим те возможности, которые университет может вам предоставить. Это очень хорошая и важная инициатива, и я благодарю вас за это. Спасибо большое. Ну, и, конечно же, рассчитываем на то, что вы будете вовлекать в свою орбиту все больше и больше иностранных студентов. Есть ли у нас еще вопросы из зала? Здравствуйте. Спасибо за приглашение. У меня вопрос. Представляется ли общежитие для студентов первого курса? Да. Ну, мы говорили об этом, да, у нас все студенты первого курса, они обеспечиваются общежитиями. Это такая принципиальная позиция. Она связана прежде всего с тем, что студенты действительно... Это касается прежде всего иногородних, иностранных студентов, то есть не только иностранным, но и иногородним в целом в России предоставляется общежитие. Вот. Но у нас пока действует правило относительно того, что это первый курс. Далее вам необходимо на протяжении первого курса хорошо себя показать, как вы участвуете в наших мероприятиях, какую-то свою гражданскую позицию показать и так далее, участвовать в воспитательных мероприятиях, образовательных мероприятиях. И это все формирует ваш рейтинг, в соответствии с которым далее уже будет приниматься решение о том, проживаете в общежитии или не проживаете в общежитии на следующем курсе. А первый курс по умолчанию для всех, и это редкая ситуация по России, редко какой университет принимает такие решения. Есть у нас еще один вопрос, который задают в чате трансляции. В принципе, проговорили мы про бакалавриат, проговорили про магистратуру. А вот что делать, если студент заканчивает магистратуру, хочет продолжить обучение в аспирантуре, как поступать ему туда, иностранному гражданину? Ну, ему в первую очередь необходимо будет получить, собственно, опять-таки документ об образовании. И после этого они смогут подать документы уже в Центр подготовки кадров высшей категории. Это у нас в Казанском федеральном университете. У них прием начнется только в июле месяце. Поэтому всю информацию о поступлении на программу аспирантуры, ординатуры тоже можно будет найти. Пока мы прием для данных категорий не открываем. Я хочу в целом сказать, что сегодня университет особое внимание уделяет поступлению иностранных гражданам магистратуру, аспирантуру. И вот у нас такие мероприятия, мы сегодня анонсируем просто на начало приема, но у нас таких мероприятий еще будет много. Я думаю, что мы на одно из мероприятий посвятим отдельно темам, связанным с поступлением в магистратуру и аспирантуру. У нас сегодня уже по аспирантуре порядка 17% контингента аспирантов – это иностранные граждане. По магистратуре более 20%, порядка 22% магистрантов – это иностранцы. Это очень высокие показатели, они гораздо выше среднего по Российской Федерации. Наша задача, конечно, наращивать эти цифры. И мы заинтересованы в таких талантливых ребятах, которые очень мотивированы именно внести свой вклад в науку, возможно, в предпринимательскую деятельность какую-то в связи с наукой, технологическую предпринимательство осуществлять. Это те задачи, которые мы перед собой ставим. Я уверен, что в ближайшее время даже будут специальные формы поддержки страны, университета страны, учредителей нашего министерства для подобного рода ребят, которые принимают решение обучаться здесь, в России, по этим программам. А что делать иностранцам, которые не имеют возможности сдать ЕГЭ или вступительные испытания на русском языке? Ну вот не владеет человек русским языком, а хочет поступить. Ну, здесь принципиальный момент такой. Если абитуриент выбирает программу подготовки на русском языке, то ему необходимо будет пройти вступительные испытания тоже на русском языке. Или поступить на подфак. Или поступить, да, на подфак, и, соответственно, пройти подготовку по русскому языку, и затем поступать на основную образовательную программу. Если же образовательная программа у нас реализуется на английском языке, то в этом случае у иностранцев есть возможность сдать вступительные испытания на, соответственно, иностранном языке. Ну, я вот хочу отметить, что квотные места ведь есть не только на программу бакалуриат. У нас есть квоты и на программы подготовительного факультета. То есть, говоря о подфаке, например, мы не обязательно имеем в виду, что вы должны поступать на контракт. Вы точно так же можете обращаться в РЦНК в своей стране и участвовать в конкурсе на получение квоты для обучения на подготовительном факультете, учить русский язык. А у нас есть программы, кстати, обучения английскому языку и предметы на английском языке, потому что есть программы, например, по медицине англоязычной, по экономике, по геологии нефтегазовым технологиям англоязычной. И, собственно, вы можете изучать английский язык, готовиться к поступлению на подфаке и далее выбирать либо русскоязычную программу, англоязычную программу, в том числе за счет бюджета Российской Федерации. Ну и логичный уточняющий вопрос тогда, как поступить на подготовительный факультет? Что для этого нужно? Ну, про поступление на подготовительный факультет мы говорили в самом начале нашей встречи. Собственно, мы уже открыли прием заявлений на подготовительный факультет с 1 марта. Для того, чтобы подать заявку, необходимо зайти на сайт prepschool.kpfu.com. Prep? Prep School? Вместе? То есть это сайт подготовительного факультета? Ну, там, если перейти в раздел «Поступление», и, собственно, там будет возможность подать заявку. Спасибо большое. Там у нас отбора нет. То есть, практически мы стараемся принимать всех ребят, которые хотят пройти подготовку к поступлению в университет. Всех, без какого-то особого отбора. У нас в этом году огромное количество было желающих поступить на подготовительный факультет. У нас сейчас там порядка 800 человек контингент. Это самая большая цифра за всю историю этого факультета. И я вот не знаю, если у нас будет так же, то я думаю, что на каком-то этапе мы должны будем уже вводить, наверное, отборы. Поэтому я призываю тех, кто планирует поступать через год в университет и хочет один год еще подготовиться к этому поступлению, как можно раньше направлять заявки, чтобы мы планировали контингент на предстоящий период. Появились ли у нас еще вопросы из зала? Есть ли желающие что-то спросить? Может быть? Да, дайте, пожалуйста, микрофон девушке. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Возможно ли посвящение лекций в онлайн для студентов, которые находятся в Казани и уже прошли перелеты самоизоляции после блеста в Российской Федерации? Давайте я прокомментирую. Еще раз говорю, у нас действует приказ Министерства науки и высшего образования, в соответствии с которым мы в втором семестре перешли к очному посещению занятий со стороны студентов. И все соответствующие условия страны университета тоже созданы. То есть требования Роспотребнадзора в связи с этим связаны с ношением масок, обеззараживанием, уборками и так далее. То есть университет делает максимум, чтобы очное посещение занятий для студентов было безопасным. И еще раз повторюсь, требования к очному посещению занятий существуют для всех студентов, которые находятся на территории Российской Федерации и имеют возможность въезда на территорию Российской Федерации. В то же время, я хочу здесь отдельно сделать такую оговорку. Мы предоставили институтам право комиссионно в институте с учетом всех обстоятельств принимать решения о допуске на определенный период времени посещения студентами, иностранными студентами занятий в дистанционном режиме в случае наличия особых ситуаций в их странах. Или в связи с какими-то уважительными причинами обстоятельствами. Потому что бывают ситуации, когда болеют родственники, мама болеет, папа болеет, и студент не хочет оставлять своих родителей, но при этом он имеет возможность въезда на территорию Российской Федерации. Но у него есть семейные обстоятельства. Институт имеет право в ограниченном количестве случаев принимать подобные решения. Но в случае, если вы находитесь на территории Казани, Российской Федерации, проживаете в общежитиях, и вы не болеете, у вас нет противопоказаний к посещению университета, вы должны посещать занятия очно, и ваше посещение будет фиксироваться в университете. Это очень важно. Большое спасибо. Есть ли у нас еще вопросы из зала? Конечно, может, микрофон. Здравствуйте. Сначала спасибо за приглашение. Представляет ли инвестиции стипендии иностранным студентам? И как можно получить? Ну, если мы говорим про стипендии для всех иностранцев, то таких стипендий нет. У нас есть только стипендии, которые предоставляет Министерство науки и высшего образования совместно с Россотрудничеством. И как раз-таки подача документов завершается вот-вот на днях, примерно до 15 марта. То есть, эту информацию необходимо сверять непосредственно в Российском центре науки и культуры у вас в стране. Опять-таки, есть определенная категория граждан иностранных, которые имеют право поступать на бюджет к нам в университет. Это четыре страны по межправительственным соглашениям. Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Беларусь. И иностранные граждане, которые получат статус соотечественника. Его можно получить у нас в университете, либо же, соответственно, подать на программу переселения соотечественников. То есть, получить по определенной процедуре. Да, по определенной процедуре. Определенной, да. И я бы хотел отметить, тут Беларусь была упомянута, в этом году тоже важное такое нововведение было принято, относительно приравнивания результатов ЕЦТ, то есть ЕГЭ, который проводится в Беларуси, по своим стандартам, к внутренним испытаниям нашего университета. То есть, если вы сдаете ЕЦТ по тем предметам, по которым есть необходимость сдачи внутренних испытаний, то ЕЦТ может быть и будет учтено, и вам не будет необходимости сдавать дополнительно внутренние испытания в нашем университете, и сдавать ЕГЭ, и вы будете на общих основаниях тоже поступать. То есть, такая возможность сейчас у вас появилась. И действительно замечательно, мы буквально недавно были в Беларуси на выставке, общались с большим количеством абитуриентов, и мы действительно будем рады, если студенты из Беларуси, может быть, они находятся сейчас на прямой линии с нами, потому что я там выступал тоже на одном из местных каналов средств массовой информации и говорил об этом. И если они посмотрят записи и выберут Казанский университет в качестве места своего обучения. Спасибо большое за развернутые ответы. Есть у нас еще вопросы из зала. Да, конечно, микрофончик сюда тоже, молодому человеку дайте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое за привлечения. Здесь меня зовут Денин Елман, я представитель английских студентов. Здесь у меня есть такой вопрос по поводу обучения. Сколько стоит обучение по программу бакалавериат под факты? Еще есть ли какие-то скидки для тех, которые обучение проводится на дистанционном? Да, про под факт вам речь шла, да? Ну, на будущий год цена, насколько я знаю, предварительно установлена на уровне 150 тысяч рублей программ подготовительного отделения. Мы, еще раз повторюсь, у нас нет пока чисто дистанционных программ. Мы планируем их сделать на подготовительном факультете полностью дистанционными. Но ряд программ со скидкой на будущий год, возможно, они будут проработаны и предложены. Но есть у нас определенное убеждение, что все-таки язык полностью дистанционно учить очень сложно. Если ваша задача выучить русский язык в дальнейшем для учебы в университете, или английский язык, если вы поступаете в англоязычную программу, и вы хотите его выучить хорошо, то полностью дистанционно, как показывает практика текущего года, сделать это крайне сложно. Мы вот сейчас принимаем студентов, которые первый семестр учились в дистанте. Мы, конечно, делали максимум первый семестр для улучшения знаний русского языка. Но сейчас мы даем даже дополнительные занятия для того, чтобы они могли выровнять свои знания и имели хорошую возможность поступления в дальнейшем обучении на русском языке. Еще раз повторюсь, сейчас есть очные программы. Они стоят 150 тысяч в год с сентября по июнь. Если у нас будет закрытый ряд стран, то мы начнем, безусловно, в дистанте, работу в Teams. Как только страны будут открываться, если они не будут открыты еще к этому времени, то мы будем приглашать, чтобы приехали слушатели к нам сюда. И сейчас я дал поручение о разработке соответствующей дистанционной программы. Она тоже будет предложена, и она будет дешевле. Она будет дешевле, и она будет менее интенсивной для студентов. Но, опять-таки, она будет, прежде всего, ориентирована на тех, кто уже русский язык знает или имеет возможность тренировать русский язык в своих странах. Такого общения регулярно. В то же время, сегодня университет разрабатывает ряд цифровых платформ по изучению русского языка как иностранного. И мы их в августе будем презентовать, эту платформу цифровую, свою собственную, оригинальную. Сейчас уже есть приложение у нас на телефоне, на айфоне, в App Store, разработанное университетом по тренировке произношения русского языка на русском языке. Слов, звуков, с системой распознавания звука. Достаточно интересное приложение, которое у нас разработано, называется Studerus. Поэтому тоже призываю. Оно сейчас в свободном обороте находится, его можно скачать, попользоваться им. Поэтому мы делаем максимум для создания такой вот цифровой среды на будущий год. Но в то же время, моя глубокая убежденность, что без личного контакта, вот такой практики, да, с носителем языка, русский язык для того, чтобы быть полностью успешным на протяжении в дальнейшем 4-6 лет обучения в университете, непросто. И вы столкнетесь на первом курсе наверняка с определенными проблемами. Есть ли еще вопросы из зала от иностранных граждан, которые здесь присутствуют? Да, конечно. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Мой вопрос, когда будет проходить выступительный экзамен? Выступительный экзамен. Ну, выступительные испытания мы планируем организовать и в июне, и в июле, и в августе месяца. То есть у нас будет определенная серия выступительных испытаний. График проведения выступительных испытаний мы опубликуем на сайте приемной комиссии. К началу июня, поэтому вам необходимо будет следить за информацией на сайте. Там все будет размещено. Обычно после 20 июня начнутся вступительные испытания. Вот если так планировать, то после 20 июня. И дальше в течение июля, августа, скорее всего, будет три волны примерно вступительных испытаний. И уже на первой неделе июня график будет вывешен и по бакалавариату, и по магистратуре, и по приемным испытаниям. Причем как на русском, так и на английском языке, потому что у нас испытания как на русском, так и на английском языке проходят для англоязычных программ. Они будут на английском. Есть ли у нас еще вопросы из зала? Да, конечно. Спасибо за предложение. Меня зовут Катерина, я из Эквадора, а сейчас я учусь на подготовительном факультете. Это мой вопрос. Могу ли я после подготовительного факультета поступать на английскую программу? Ну, я хочу сказать, что, видимо, девушка, вы, наверное, вы с первого курса очень научитесь? То есть вы здесь находились, да? Вот мы видим, что уже, получается, сколько месяцев? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Шесть месяцев учите русский язык, и он действительно неплохой. То есть вы уже можете задать вопрос, сформулировать, понять наверняка ответ, который будет вам дан. Я вас благодарю за ваши интересы, ваше усердие в изучении русского языка. Сейчас Рофф, наверное, более подробно ответит. Да, теперь перейдем к ответам. Да, на вопрос. Собственно, обучение на подготовительном факультете не является обязательным условием при поступлении на программу бакалавриата магистратуры. То есть вы поступаете на подготовительный факультет в случае, если вы хотите подтянуть знания по предметам, либо по, собственно говоря, языку, русскому, либо английскому языку. И вот если вы обучаетесь на подготовительном факультете на русском языке, безусловно, вы можете подать документы на англоязычные программы. То есть вам надо будет в общем порядке подать заявление, пройти вступительное испытание. И если вы пройдете по конкурсу, соответственно, сможете обучаться у нас в университете. Да, ну еще раз повторюсь, у нас на подфаке есть как русскоязычные программы, так и англоязычные программы. Соответственно, лучше изначально делать правильный выбор. То есть, если вы планируете поступать на англоязычную программу, выбирайте программу на подфаке на английском языке. Если на русскоязычную, то на русском. Но еще, Бравов правильно сказал, никто вам не мешает потом передумать и уже поступать на основное образование на английском языке. Такая возможность у вас, конечно, есть. А есть ли у вас еще вопросы из зала? Если есть, пожалуйста, обозначьте это. Здравствуйте. Меня зовут Эвалина, я из Анголы. Сейчас я учусь на подготовительном университете. У меня есть вопрос. Как я могу подать зарядку на участие по ступеням экзамена? Мы про это тоже говорили в самом начале встречи. Вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте абитуриент.кпфу.ру, подать заявление. И после того, как ваше заявление принято, вы уже можете в обозначенные сроки, согласно графику ступенческих испытаний, пройти непосредственно вот эти отборочные процедуры. Есть у нас еще вопросы от граждан, присутствующих в зале. Здравствуйте. Еще раз. Просто ребята еще вопросы задавали там. Они спрашивают, студенты, которые в этом году заканчивают бакалавриат, могут ли они поступить сразу в магистратуру? И как же они сейчас учатся, по-моему, куслиния, и они тоже хотят получить куслиния на магистратуру? И не потеряют один год еще, чтобы подождать до следующего года и сразу начать магистратуру? Они могут подать заявку на обучение по гослинии, опять-таки по КОТИ, Министерству науки и учебного образования уже сейчас. Необходимо зайти на сайт Education in Russia и там посмотреть срок подачи. В некоторых российских центрах, сейчас он будет называться «Русский дом», там прием заявок может быть закрыт. А какие-то Россотрудничества, непосредственно центры в странах, они продлили его до 15 марта. И, соответственно, вы, может быть, успеете подать заявку. И вот если вы успеваете подать заявку, вы проходите потом отборочные процедуры, которые устанавливает РЦНК в стране. Если вы попадаете в эту квоту, которая установлена для этой страны, вы сможете у нас в этом году уже обучаться по квоте в университете. На самом деле очень важный вопрос. Мы его обсуждали и с Россотрудничеством, относительно того, что если молодой человек или девушка поступили по квоте на программу бакалавриата, то в дальнейшем дать им возможность продолжить обучение, не проходя дополнительные отборочные процедуры. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Возможно, в какой-то временном периоде, коротком, такая возможность будет предоставлена. Так же, как у нас, например, на подфаке. У нас сейчас порядка 100 человек на подфаке учатся по квоте. И у них потом фактически нет перерыва. То есть мне надо участвовать в дополнительном отборе для поступления в бакалавриат. Это такая интегрированная программа для них. Возможно, через некоторое время такая возможность у нас появится и по линии бакалавриат-магистратура. Но, к сожалению, пока для квотников это отдельная процедура отбора. Им действительно надо поймать момент и подать документы, не забыть, для того, чтобы в дальнейшем быть отобранными на программу магистратуры и дальше получать финансирование по этим направлениям. Ну, а для тех, кто учится за счет собственных средств, такая возможность будет. У них возможность будет даже не уезжать из страны, тут же закончить бакалавриат, получить документ о образовании, подать документ и пройти испытания в магистратуру. В прошлом году мы дали им возможность даже не выселяться тоже из общежития, оставаться. И до последнего даже в аспирантуру у нас многие поступали, они не выселялись из общежития. И у них была возможность как бы так бесшовно перейти на следующую программу подготовки. Я думаю, в этом году мы тоже такую поддержку им окажем в части общежития. На этой приятной ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю встречу. Обсудили очень много вопросов. Я думаю, что она была не последней. Обязательно еще к приемке иностранных граждан мы вернемся. А я напоминаю, что в эфире у нас была прямая связь Казанского федерального университета. Мы говорили о приеме, об обучении иностранных граждан в Казанском федеральном университете. Смотрите наши прямые эфиры и узнайте много-много всего полезного. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok